Моя сегодняшняя лекция Сверхпроводимость Я думаю, что сначала будет полезно Хотя бы в двух словах рассказать, что это такое Изначально сверхпроводимостью считалось Особое состояние вещества При котором оно обладает строго на любом сопротивлением И, собственно, это будет наша отправная точка Начнем с истории, как вообще была открыта сверхпроводимость Голландский ученый Хейки Камерлин Конес Занимался физикой низких температур Он отстроил собственноручно лабораторию В которой он получал различные вещества Которые он использовал как хладагенты В первую очередь, как самое эффективное такое вещество Был жидкий гелий Температура кипения жидкого гелия 4,2 градуса кельвина То есть это практически абсолютный ноль Хейки Камерлин Конес изучал, как ведут себя металлы при низкой температуре Известно, что при повышении температуры сопротивление металлов растет Ну и логично предположить, что при понижении температуры оно будет падать И до какого-то момента действительно так оно и было Однако при температуре 4,15 кельвина Обнаружилось неожиданное явление Что сопротивление металла ртути скачком упало до нуля Данное наблюдение в целом поразило ученого И в связи с этим он решил несколько раз убедиться Что эксперимент проведен правильно Нет никаких поломок прибора В общем, что все в порядке Он повторил несколько раз опыт Все то же самое Так и была открыта сверхпроводимость То есть изначально ее никто не искал Она, как это достаточно часто бывает, нашлась сама После этого, когда это было найдено у ртути Стали проверять и другие металлы Следующий слайд, пожалуйста И у многих металлов, да и вообще у многих простых веществ Сверхпроводимость действительно была найдена Интересной особенностью являлся тот факт Что те металлы, которые хорошо проводят электрический ток То есть обладают малым сопротивлением Ну, например, медь, серебро Не проявляли сверхпроводящих свойств Даже при очень низких температурах В то время как так называемые плохие металлы Под плохими я вижу те металлы, которые не очень хорошо проводят электрический ток Проводят, но средненько Они проявляли сверхпроводимость Причем это были не только температуры 4 градуса, но и больше Рекордсменом считается Ниоби Его температура перехода сверхпроводящего состояния 9,2 К Однако все эти явления можно наблюдать только при жидком деле Потому что все-таки 9 градусов, конечно, больше, чем 4, но будем честны не очень сильно Следующий слайд, пожалуйста Интересной особенностью сверхпроводимости является, что это не просто нулевое сопротивление Это одно из обязательных свойств сверхпроводимости, но не единственное Вторым важным свойством, которое открыли несколько позже, является эффект Мейснера В чем он заключается? Чтобы рассмотреть эффект Мейснера, давайте сначала посмотрим, как ведет себя обычный металл в магнитном поле Если поместить магнитное поле в вещество, сначала по закону Ленца магнитное поле создает ток, электрическое поле Однако из-за того, что у металля присутствует сопротивление, этот ток очень быстро затухает И магнитные линии начинают проходить через вещество Что же происходит со сверхпроводником? Когда вы пытаетесь сверхпроводник засунуть в магнитное поле, оно выталкивается Почему? Потому что тот самый ток, который возникал и в случае обычного металла Из-за нулевого сопротивления не затухает в принципе И поэтому может существовать сколь угодно долго И таким образом мешать магнитному полю проникнуть Насчет сколь угодно долго следует оговориться Когда Камерлин Гонесс исследовал сверхпроводимость Он подумал, что, ну хорошо, мои приборы не видят сопротивления Но это не значит, что его нет совсем И был поставлен следующий опыт Точно так же вещество перевели в сверхпроводящее состояние Но затем поставили рядом компас Для чего? Если электрический ток изменяется, то изменяется и создаваемое магнитное поле И это изменение очень легко увидеть по отклонению стрелки компаса А дальше ученый подождал два с половиной года Ну то есть в течение всего этого времени подвозили холодагенты Смотрели на стрелку компаса несчастную Смотрели на сверхпроводник и ничего не происходило Ну я думаю, он конечно делал перерывы в этом Но в целом все было достаточно однообразно И он бы так делал, наверное, и дальше, если бы не забастовка рабочих Которые подвозили жидкий гелий Они перестали его подвозить Соответственно, вещество потеряло сверхпроводящее свойство Ну и, естественно, стрелку компаса отклонился Но в принципе, даже если предположить, что за этот промежуток времени Мы не увидели, но, может быть, за какой-нибудь большее бы мы увидели То это все равно позволяет не гаснуть такому току В течение по меньшей мере сотни лет Или даже миллиона лет, прошу прощения То есть это срок, который в целом значительный Потому что физике, строго говоря, очень сложно сказать Нулевое сопротивление всегда с учетом точности прибора Ну, вернемся к эффекту Мейснера С этим эффектом связан один очень эффектный опыт Который называется Гроб Магомеда Пожалуйста, следующий слайд Значит, что здесь происходит? Белый – это некий криостат Ну, грубо говоря, это просто емкость, в которой у вас поддерживаться будет определенная температура Черненькое – это сверхпроводящее вещество А вот эта вот шайбочка – это магнит Ну, вам было показано, что магнит как бы стоит на сверхпроводнике и все в порядке Далее мы заливаем хладагент То есть переводим наше вещество в сверхпроводящее состояние И ставим магнит Магнит висит, потому что магнитные линии выталкиваются И это приподнимает магнитик над сверхпроводником В принципе, так просто нагляднее показывать этот опыт Чем можно и перевернуть было, в принципе Тогда бы у вас сверхпроводник как бы висел вверх Но так красивее, кругленькое все-таки И этот эффект, эффект Мейснера Он будет потом найдено и практическое применение Потому что эффект достаточно интересный и красивый А называется это гроба Магомеда Потому что есть легенда о пророке Мухаммеде Чей гроб висел в воздухе без какой-либо поддержки В принципе, если захотеть, можно эту легенду на данный момент превратить в жизнь Ну давайте дальше Думаю, тут все понятно Однако с эффектом Мейснера все не так просто Как может показаться на первый взгляд Почему? Если приложить достаточно большое поле То сверхпроводимость будет разрушена И вещество перейдет в нормальное состояние На данном графике вы видите зависимость температуры От напряженности магнитного поля Зеленая область – это область значения температуры и напряженности поля В которой существует сверхпроводник Белая, соответственно, там, где вещество существует в нормальном состоянии Таким образом, чем большие поля мы подаем Тем ближе к краю мы находимся И, соответственно, в какой-то момент мы покидаем зону сверхпроводимости Поле проникает в образец И легко заметить, что чем более низкие температуры мы берем Тем большее значение полей мы можем себе позволить Да, если мы берем точку прямо в самом начале графика Ну, будем считать, что это близко к абсолютному нулю То мы можем позволить себе поля примерно равным напряженности Поле критическому, то есть верхней части Это тоже будет иметь для нас большой эффект Потому что на этом будет основана одно из первых практических применений Первые сверхпроводники показывали достаточно впечатляющие значения напряженности поля Которые они могли выдержать Ну, вот тут опять рекордсмен не обе Почти 2000 эрстед Если сравнить с магнитом полиэмзеблей, который всего пол эрстеда Это получается, соответственно, в 2000 раз больше Две? Четыре В 4000 раз, простите Ну, то есть большие величины Однако недостаточно большие, чтобы Ну, можно больше Следующий слайд, пожалуйста Можно больше, пожалуйста, больше После того, как поиграли с металлами Нашли у них сверхпроводимость Стали думать, ну, может быть На металлах все не заканчивается Следующим классом соединений, которые Стали рассматривать Это интерметаллиды Интерметаллиды — это соединения, стоящие из нескольких металлов И действительно Когда стали изучать интерметаллиды Во-первых, у них чуть-чуть повыше температура критического перехода Не сильно, но, например, да Уже 21 градус Кельвина Больше чем 9, более чем в 2 раза А во-вторых, что значительно интереснее Что значение полей увеличилось Увеличилось сильно И это открыло доступ как раз к практическому применению О котором мы сейчас совсем скоро поговорим с вами Но возник вопрос, почему? Почему такое сильное различие? И был дан ответ Была подведена теория В общем, интерметаллиды стали относить к сверхпроводникам 2-го рода Это первое время, когда вообще появилась какая-то классификация То есть металлы, за исключением, кстати, не обе, относили к сверхпроводникам 1-го рода А все остальные стали относить к сверхпроводникам 2-го рода Почему? Потому что у них наблюдалось свое особенное отношение к магнитному полю В чем оно заключается? Видите, на графике синий острый пик Это сверхпроводник 1-го рода То есть сначала мы не пускаем поле Напряженность равна нулю Потом мы пускаем поле Сверхпроводимость тут же разрушается Что же происходит у сверхпроводников 2-го рода? Они достаточно быстро пропускают в себя магнитное поле Но при этом сверхпроводимость не пропадает Как это происходит? Вещество делится на несколько зон Часть зон сохраняют сверхпроводящие свойства Магнитного поля там нет Часть зон переходят в нормальное состояние и пропускают поле Поэтому получается на первый взгляд странный эффект Что у нас вроде как есть поле в сверхпроводнике И в то же время и сверхпроводимость И эта сверхпроводимость будет сохраняться у нас до тех пор Пока мы не выйдем на второе значение критическое То есть когда все зоны станут нормальными И только тогда у нас уже пропадет сверхпроводимость Ну и видно, что вторая верхняя зона Она значительно дальше расположена, чем первая И чем зона перехода для сверхпроводников 1-го рода Собственно, такие значения магнитных полей И открыли доступ к использованию Следующий слайд, пожалуйста Это тоже иллюстрация того же самого принципа Что мы рассматривали с вами на предыдущем графике Зеленой области У вас есть область сверхпроводящего состояния И область несверхпроводящего состояния И видно, что для сверхпроводников 2-го рода Она значительно больше Ну видно даже визуально Второй график немножко сложнее В нем добавляется еще одна ось Это плотность критического тока Почему она вдруг появилась? Опять-таки из-за закона электромагнитной индукции Когда мы пропускаем ток по сверхпроводнику Он создает магнитное поле Которое в сверхпроводнике находиться не может Поэтому мы вынуждены Ну сверхпроводник, точнее Вынуждены это поле выталкивать И чем больше ток мы пропускаем Тем больше создаются поля Соответственно тем сложнее сверхпроводнику его выталкивать Почему нельзя было обойтись просто магнитным полем Даже несмотря на эту явную взаимосвязь Дело в том, что самое первое применение Которое теоретики придумали Оно логично вытекает из определения сверхпроводимости Если у нас нулевое сопротивление То мы значит можем эффективно передавать ток Потому что сейчас в линиях электропередач Основная экономическая затрата Это тепловые потери Соответственно возможность избежать их Показалась очень эффективной Но если мы подаем большой ток То у нас сверхпроводник теряет свое состояние Соответственно не учитывать этот параметр И при этом надеяться на разумное практическое использование Мы не можем Следующий слайд пожалуйста Итак, наконец мы с вами добрались до первого практического применения Я надеюсь, что теория была не слишком сухой Что это за установка? Установка токамак Для чего она нужна? Она была построена для исследования термоядерных реакций и плазмы То есть для исследования реакций Проходящих при очень высоких температурах Порядка несколько тысяч градусов Никакой материал не в состоянии значительное время Выдерживать такие температурные нагрузки В связи с чем было принято элегантное решение Запереть эту температуру, создав сильное магнитное поле Точно так же поступали и с плазмой Но для того, чтобы создать сильное магнитное поле Необходимо магнит, который мог бы такое поле создавать И раньше магнитные поля создавали, пропуская как раз электрический ток Но из-за тепловых потерь Даже при сравнительно небольших полях Требовалось постоянное охлаждение Ну и большие поля при таком раскладе создать не удалось в принципе И поэтому, когда увидели, что сверхпроводники могут это делать За это идея сразу ухватилась И наиболее эффективные устройства на данный момент И раньше создавались уже с использованием сверхпроводящих магнитов Которые могли такие поля выдерживать Обратите внимание, тут уже мы переходим от Эрстедов к Теслам Но это примерно те же величины, что были ранее То есть это сотни тысяч Эрстедов, которые могут создавать сверхпроводники Однако все это, конечно, хорошо Но не это главное И практическое применение серьезное началось чуть позже Ну, если быть точным, на 23 года Позже, когда был открыт первый так называемый высокотемпературный сверхпроводник Что такое высокотемпературный сверхпроводник? Классификация тоже до некоторой степени вольная Различают два типа Но наиболее популярный высокотемпературный сверхпроводник Это вещество, которое переходит в сверхпроводящее состояние при температуре жидкого азота 77 градусов кель, примерно Да, в отличие от жидкого гелия Почему это так важно? Между гелием и азотом есть еще несколько газов Которые тоже жидкие в этом интервале температур Например, водород или кислород Дело в том, что криогенные установки с азотом очень дешевые Очень технологически простые Ну и сам азот значительно дешевле гелия Поэтому, если есть устройство, которое может работать на гелии Не на гелии, а на азоте Это выгодно Это уже позволяет серьезно думать о том, как это можно практически применить И второй момент, почему это выделяется в отдельную категорию Потому что вот за эти 20 с лишним лет не смогли сдвинуть критическую температуру даже на 1 градус А затем сдвинулись сразу на несколько десятков То есть это был сильный прорыв И еще одной особенностью являлась то, что это было найдено не в металлах и даже не в интерметалидах То есть в веществах, которые и так неплохо проводят ток Ну логично, что они могут делать это лучше Это было найдено в веществах, которые ток в принципе не проводит И это шокировало ученых, потому что долгое время существовала концепция Что вот металл проводят, все с ней не проводят и ничего мы тут не сделаем Но оказалось не так И поэтому теперь мы должны подробно рассмотреть именно этот аспект Но перед тем, как показывать вам собственно структуры сверхпроводника Немного поговорим о более простых структурах Справа представлена структура хлорида натрия, поваренная соль В принципе изображения различные, это может быть не самое удачное, но более привычное Самое простое изображение является обычный кубик В котором в каждом вершине находятся попеременные ионы натрия и ионы хлора Вторая структура, левая, это перовскит Ну уже немножко может быть более сложная На всякий случай скажу, что вот эти вот геометрические фигуры Они, ну их на самом деле нет То есть есть только атомы в вершинах, а все остальное мы дорисовываем просто для визуализации Чтобы не было вот так же тяжело смотреть, как например на натрий хлор Чем больше атомов, тем сложнее смотреть, соответственно становится Почему я заостряю это внимание на этих структурах? Дело в том, что все последующие сверхпроводники, они так или иначе включали в себя эти блоки В том или ином последствии, ну примерно как конструкторы лего Вот поэтому вы знаете базовые, а все остальные, если они вам покажутся страшными Просто думайте о них как вот, о суперпозиции этих блоков Собственно вот в центре это и есть как раз она То есть снизу вы видите перовскитный блок, а сверху блок поваренной соли Ну структуры по типу поваренной соли, если быть совсем точно Следующий слайд Вот он, первый высокотемпературный сверхпроводник Как раз просто срастание вот этих двух структур Перовскит и натрий хлор Обратите внимание на температуру 35 кельвин На самом деле еще не жидкий азот в этом проблема классификации Но уже близко, уже лучше И после этого сверхпроводника началась гонка Все стремились открывать новые соединения Быстрее писать статьи, публиковать их Пока еще не застолбили вот это вот конкретное соединение Причем доходило до комических ситуаций Что один ученый никому не рассказывал Какое вещество он открыл, но оно было сверхпроводником В статье, которую он писал, намеренно исказил формулу Исправил самый последний момент И при этом то соединение, которое получилось в результате искажения Тоже было сверхпроводником То есть поле было достаточно большим И все стремились застолбить себе местечко Потому что за первый сверхпроводник сразу дали Нобелевскую премию Прошло буквально год или два Очень быстро для Нобелевских премий Следующий слайд, пожалуйста Вот уже менее приятная структура Но вы, пожалуйста, особо внимания ей не придавайте Нам тут интересно будет не все Ну почти ничего на самом деле Оно называется 1, 2, 3 Это привет от физиков, которые не очень любили химические формулы И они поэтому просто писали, сколько атомов металла входит То есть там на самом деле формула И3, Барри 2, Купрум 3, О7 Ну а физикам сложно запоминать, что там вот И3 какой-то, Барри, Мете Они просто говорят 1, 2, 3 Ну и все понятно вроде Вот поэтому думаю, что большие формулы тоже вам запоминать смысла нет Поэтому будем пользоваться этой условностью Она достаточно удобная Вот это первый представитель высокотемпературных сверхпроводников Уже которые могут существовать при жидком азоте Да, вот, пожалуйста, 7,7,4 Кельвина В Цельсиях поменьше, конечно Минус 195,6, но тем не менее Да, то есть вы уже можете охладить его в очень простых условиях В условиях лаборатории, даже в школьной Ну если у нее есть установка по производству жидкого азота Как, например, в московском химическом лицее такая есть Поэтому зависит от школы, я понимаю Следующий слайд Вот еще несколько структур Это ртуть, содержащие сверхпроводники Во всех сверхпроводниках, которые высокотемпературные мы рассмотрели У них есть одна особенность В них есть слои Купрумо-2 Которые и отвечают за сверхпроводимость И все, кто искал новые соединения Они так или иначе варьировали То есть там могло быть несколько слоев Купрумо-2 Там могло быть различное расстояние между этими слоями То есть игрались именно с этим То есть все понимали, что Купрумо-2 нужен Но, вообще говоря, теоретическое объяснение Почему именно он отвечает за сверхпроводимость И как он отвечает за сверхпроводимость До сих пор нет Поэтому это все скорее такая практическая наука Нежели какой-то вот, ну Если бы это была теория, тогда было бы понятно Какое соединение бы самое эффективное было А так как это, в общем-то, более-менее поиск То приходится на ощупь иногда идти Ну, это опять-таки зависит от химической интуиции И некоторых знаний основ именно структур кристаллахимии Следующий слайд, пожалуйста Значит, последний из этих ртут, содержащих проводников Интересен тем, что он поставил некий рекорд В 1993 году сотрудники химического факультета МГУ Евгений Викторович Антипов и Сергей Николаевич Путилин Открыли новое соединение Которое имело переход в сверхпроводительное состояние Сто тридцать пять кельвин Затем они же потом его немножко модифицировали Увеличили температуру до ста тридцати восьми Но будем говорить об этом как таком наиболее известном Этот рекорд долгое время не могли побить И при нормальном давлении так и не побили Но стали исследоваться многие другие соединения При повышенном давлении Причем под повышенным это может быть несколько атмосфер Так и полтора миллиона атмосфер Ну то есть давления просто колоссальные Да, они показывают более высокие значения критических температур Например, сероводород оказался способным к сверхпроводимости При температуре 205 кельвин, если я не ошибаюсь Но при колоссальном давлении Поэтому о практическом применении таких сверхпроводников речи не идет Потому что создать такое давление это уже сама по себе проблема А такие сверхпроводники, они это делали при нормальном давлении Вот эта атмосфера Именно этим они и интересны Пожалуйста, следующий слайд Это уже, надеюсь, знакомая вам диаграмма существования сверхпроводимости Внутри область это сверхпроводящее состояние Внешнее это не сверхпроводящее состояние Я ее привел здесь для наглядности Первые там три это интерметолиды НТСП, низкотемпературные сверхпроводники Самая большая это как раз наш 1,2,3 Я думаю, что разница в критическом токе и особенно в давлении Колоссальные заметно невооруженным глазом То есть возможность перехода к ВТСП Она позволила очень сильно увеличить эти параметры И в принципе в чем была суть этой гонки Зачем увеличивать температуру Все равно все используют все высокотемпературные сверхпроводники Как минимум при азоте, а иногда и при гель Но чем больше она по умолчанию, это критическая температура Тем при температуре жидкого азота больше мы можем использовать давление Прошу прощения, магнитное поле и критический ток То есть это было сделано для того, чтобы придвинуться еще ближе к практическому применению Чтобы была возможность это сделать Чтобы это было экономически выгодно Следующий слайд, пожалуйста Ну а теперь, собственно, поздравляю вас Самую сложную часть мы и прошли Осталось поговорить наконец, зачем это было нужно Как это делается Ну первое применение, мы уже о нем тоже говорили Это производство кабелей для передачи электрического тока на расстояние Тут появилась масса технологических проблем Одна из которых заключалась в том, что провода из ВТСП нельзя гнуть Что для проводов, вообще говоря, сильный недостаток И эту технологическую проблему решали различными способами Ну, например, делали ленты, а не провода в привычном нам понимании Вторая проблема, тоже, на мой взгляд, очевидна Это необходимость постоянного охлаждения Потому что температуру жидкого азота Они так сами по себе не встречаются Поэтому нужно как-то придумать Как это охлаждение будет постоянно осуществляться Все время Но это проблемы, которые уже решены То есть сейчас делают и провода из ВТСП И более того, вот этот маршрут в немецком городе Он уже проложен и он функционирует Для чего его используют? Для того, чтобы в случае каких-нибудь аварийных ситуаций Экстренно была возможность доставить большие значения электрического тока На важные объекты Ну, например, в больнице Там, где электрический ток должен быть всегда Вне зависимости от того, что происходит В перспективе планируется сделать подобные вещи во многих мегаполисах Есть даже некоторые планы в Санкт-Петербурге Но пока что длина таких маршрутов Она исчисляется километрами Один-два километра это вот максимум Но, тем не менее, это уже есть И это, по крайней мере, разрабатывается Потому что, несмотря на то, что сделать провод из ВТСП, конечно, дорого Дороже, чем медный Но такой провод, если считать на силу тока Он выигрывает То есть тут вопрос в количестве Делать маленькие вещи может быть не очень экономически выгодно Но если мы говорим про большие, как замены ЛЭП То это имеет смысл Это перспективно И поэтому над этим работают Работают достаточно активно, в том числе и в России Следующий слайд, пожалуйста Второе, на мой взгляд, интересное применение ВТСП Это генераторы Они приходят на смену обычным электрогенераторам Какие преимущества ВТСП предлагают здесь? Во-первых, это снижение массы Снижение массы примерно в 2-4 раза Причем масса ВТСП-генератора считается, естественно, совсем криооборудованием То есть с охлаждением, с жидким азотом Совсем-совсем-совсем Все равно оказывается значительно легче Во-вторых, из-за отсутствия сопротивления Очень здорово повышается, во-первых, мощность генератора Во-вторых, коэффициент полезного действия Что позволяет, например, если мы говорим про витрины и мельницы Уменьшить их размеры значительно и уменьшить их массу Ну, там порядка от 200 тонн до 70 Ну, на мой взгляд, это достаточно большое изменение массы И за это имеет смысл бороться Следующий слайд, пожалуйста Достаточно известное применение Это так называемый маглев Сокращение от магнитной левитации Поезда на магнитной подушке В чем заключается устройство К рельсам монтируют сильные магниты Аналогичные магниты есть в самом поезде И в зависимости от полярности полюсов Могут быть следующие эффекты Если полюса у вас одинаковые Ну, например, северный-северный, грубо говоря То у вас поезд отталкивается от магнитного поля Которое создаётся на рельсах И поэтому он висит в воздухе За счёт этого исключается трение о поверхность То есть у вас единственное, что останавливает поезд Это аэродинамическое сопротивление Которое значительно меньше влияет на замедление поезда Чем рельсы Во-вторых, если у вас полюса разной полярности Тогда вы можете свой поезд поворачивать И с другой стороны вы можете мешать ему Сойти с его пути То есть чтобы он не сошёл с рельс Вы усиливаете магнитное поле И силы притяжения не дают поезду сойти с рельс Это безопасно, это хорошо И, наконец, в-третьих Если вы создаёте магнитное поле Вы пускаете ток Вы можете заранее распланировать маршрут Таким образом, такие поезда могут обходиться без машиниста Ну, мелочь, но всё равно приятно Зачем там ВТСП? Опять-таки, чтобы поднять воздух в махину Такую, как поезд Нужны сильные магнитные поля Нужно сильное отталкивание Самые сильные магнитные поля создают ВТСП магнит Поэтому они там активно и используются Пожалуйста, следующий слайд Ну, это уже, может быть, скорее пока экзотика Но, тем не менее Наверное, многие из вас знают про электромобили И, в принципе, в Европе не только знают, но и ездят ещё И на этом не остановились Изобрели, как замена мотором обычным Моторы с ВТСП Преимущества те же, что у генераторов Меньше масса, больше мощность И вот перед вами первый электромобиль У которого ВТСП-генератор Как раз ВТСП-мотор есть На соседнем рисунке изображён Первый электрический самолёт То есть уже не используется керосин Ну, в первую очередь, довольные борцы за экологию Но и не только они, на самом деле Почему такой самолёт лучше, чем обычный? Всё по тем же причинам Меньше масса, больше мощность Понятно, да, что он тут, ну, одноместный Но это начало Это эрбасовский самолёт И они планируют к 2050 году Новый, очень амбициозный проект Следующий слайд, пожалуйста Вот такой вот самолёт Уже пассажирский Значит, весь напичкан современной неорганикой Что там есть? Во-первых, там есть уже упоминающийся ВТСП мотор Зачем он нужен, я думаю, понятно Во-вторых, там есть ВТСП кабели Для передачи электроэнергии без потерь на сопротивление В-третьих, там есть литий-ионные аккумуляторы Что это такое? Ну, если говорить очень коротко, это батарейки Просто очень мощные Таким образом, это проект пассажирского самолёта на батарейках То есть, который не использует топливо как Ну, керосин как топливо вообще Да, и здесь краткое сравнение Как меняются параметры самолёта Если мы меняем обычный двигатель на ВТСП двигатель Да, ну, всё те же Мощность растёт, масса уменьшается Это 2-4 раза, но тем не менее Резюмируя, можно сказать следующее Что уже на данный момент Высокотемпературные сверхпроводники нашли свою нишу Они в этой нише себя чувствуют достаточно комфортно Развиваются и дальше И, в принципе, масштабы их использования Они очень велики И самое приятное на данный момент для учёных С точки зрения именно науки Что теоретически нет никакого ограничения На температуру перехода сверхпроводящего состояния То есть, вот ВТСП было новой эрой Сейчас как бы новая эра, которая Ну, не то чтобы она может быть скоро будет Неизвестно, когда она будет Но эта эра — это так называемая КТСП Комнатная температура сверхпроводимости Опять-таки, никто не будет их использовать При комнатной температуре Все, конечно, всё равно их засунут в азот Но будут опять получены очень мощные Параметры по магнитным полям И по плотности тока На этом я свою лекцию заканчиваю Спасибо за внимание АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ